и снова здравствуйте дорогие мои наконец почта отпустила ожидаемую мною посылку да теперь я смогу ее распаковать и также вслед за ней распаковать еще несколько значит ребят внутри находится переходник ну это не сильно интересно а также как и защитная пленка из того что интересно это lenovo вайп-шот давайте посмотрим значит в нашем случае это z90-7 версии 32 гигабайт встроенной памяти значит это телефон который абсолютно идентичен тому который продается в магазине является рост тестом только тот который рост тест он будет стоить 26 тысяч рублей а этот будет стоить более чем в два раза дешевле при всем при этом он будет без проблем обновляться по воздуху и полностью будет русифицированным то есть его можно обновить до 6 android изначально стоит 5 обновить можно до 6 его комплектация ну если уж давайте предметно совсем интересно ключ для открытия кабель адаптер сам телефон и силиконовый примитивный бампер почему я его ждал потому что у меня к нему очень много разных аксессуаров пришло и вместе с ним смотрите пришел нилкин стекло насколько помню но судя по всему здесь находится давайте почитаем открывать я уж не буду влажная тряпочка одна голубой электростатик даст филм это голубая антистатичная пылевая пленка какая-то и дайс не клининг фильм плейсмент пуллинг так и персонал скрипп в общем какой-то полный набор все до безобразия страшно интересно ну да не суть значит что мы видим внутри внутри мы видим стекло все-таки немножко этого не понимаю да по какой-то причине считается абсолютной нормой закрывать камеру стеклу тут все-таки не пойму я этого я считаю что так быть не должно и смотрите что приятно точно также вместе с ним идет пленка на заднюю крышку то есть это уже не стекло это защитная пленка но почему нет очень приятно значит еще раз стекло нилкин на лицовую поверхность защитная пленка на тыльную поверхность все это дело с каким-то запаянным комплектом для монтажа симпатичной хорошей коробки да и и если быть точнее правильно назвать не коробка а розничная упаковка вот так как нилкин это марка достаточно серьезная марка то без розничной упаковки она быть не может такой лет я ее упаковку я абсолютно не понимаю на кой лет мне вдруг приспичиваю и вот там вот именно упаковать вместо того чтобы отложить не знаю давайте посмотрим что у нас значит обозначены интересно здесь нарисовано как протирать как наклеивать есть голограмм к под голограмм кой то есть если мы сотрём вот эту вот часть там будет какой-то код вы сможете его проверить судя по всему на сайте нилкин использовать этот qr-код является ли это оригинальной продукции либо это подделка он выглядит очень симпатично очень хорошо но и стоит к сожалению соответственно так но смотрите да не поленился китаец заказал где-то таких вот форме мишек до надпись о том будьте любезны да оставьте мне отзыв если вам все понравилось не забудьте оставить отзыв так давайте посмотрим что же нам здесь должно понравиться не знаю является это норма или нет но здесь прям вот какая-то видите борозда какие-то не совсем понимаю как все это дело использовать как-то страшно мне его суда засовывать не совсем я уверен то что получится ли у меня его вынуть после этого все-таки вот а так ну разобрался я все-таки как пользоваться этим чехлом слезай вылезай слезай вылезай значит ребят тут вот эти вот борозды и так далее и тому подобное это защитная пленка она снимается и он станет очень даже блестящим и симпатичным значит внутри здесь что-то такое вот мягенькая будет защищать немножко телефон что мы вот так вот вставили и и и и и и и и e О, ляшеньки Значит, что мы получаем Телефон вот в такой каемочке Кнопки нажимаются А кнопка переключения Профессионального режима и простого Становится единственно открытой Остальные прям вот Значит, если вы хотите повесить на веревочку У вас эта возможность остается Динамики свободны Сверху все свободно Датчик приближения, вспышка, камера Все открыто Также остается, видимо, надпись Что это за телефон Не знаю, плюс это или нет Что после того, как вы удалите пленку Он должен блестеть Мне такие вещи, наверное, не нравятся Хотя вот там В вашем случае, ну, может быть, это будет Очень даже Затрудняюсь сказать Принимайте решение сами Моя задача была сделать обзор Я его сделал Вот такой вот получается Чехол Значит, следующий чехол Что он из себя представляет? Это пластик Причем без вот верхних частей Он только вот чисто сбоку закрывает Достаточно бюджетный внешний вид у него Скажу честно У этого Пластика Не совсем могу понять, с чем это связано Но какой-то, по-моему, люфт остался во всем этом деле Вот, значит, все у нас полностью открыто То есть кнопки Вот они все И телефон будет выглядеть вот следующим образом Рисунки, насколько помню, есть разные Качество рисунка Ну, даже вот Затрудняюсь сказать, насколько оно Хорошее Но в целом мне этот чехол как-то вот Ну, не особо нравится, скажем так Так, продолжаем распаковку Так, ребят, ну, смотрите В принципе, очень Похожи между собой эти чехлы Ну, с единственной разницей То, что здесь Окошко совсем как-то Вот, не пойми на какой телефон сделано Да? А здесь вот прям вот полностью повторяет То, как это выглядит Хотя, как повторяет Просто больше закрывает Значит, что из себя представляет чехол? Ровно то же самое, что и в первый раз Ну, единственное, смотрите Я здесь не снял бумажку Китайцы, скорее всего, наклеивают скотч Перед тем, как рисовать картинку Все Как бы в доступе все хорошо Все симпатично Ну, вот, например Темлячок повесить уже будет сложно Потому что, ну, достаточно сильно Закрывает все это дело чехлом При всем при этом Бюджетненько И по внешнему виду Ну, именно в этом рисунке Ну, вполне симпатично Давайте дальше Серьезная попытка сделать что-то Достойное Значит, видите, даже вот Веревочка есть И ушко есть За которое эту веревочку Можно цеплять Значит, что мы имеем? Мы имеем три Отдела для карт И дополнительно Ребят, вы это видите? Но так же быть Не должно Вам видно? Нет? Какой-то По идее Он не должен давать Да не должно Это, по идее Отклеиваться Но при этом Что ж тогда Остается-то? Ну, пускай Вот он вот так вот Должен все это дело держать Что я сюда засуну? Толком ничего не засуну Матовый какой-то прям бампер Матовый бампер У нас есть Давайте в этот бампер Вставим телефон Ну, в принципе Все необходимые отверстия есть И вот так вот он у вас Будет выглядеть Можно сюда дополнительно Повесить Камера видна Можно смотреть Там пытаться Что-то Ну, вы знаете Сюда явно Много чего класть Бессмысленно Приклеен он, конечно Вот видно Он там нет Даже вот Затрудняюсь вам сказать Окончательное мнение Относительно этого чехла С одной стороны Вот такая книжечка Получилась Очень удобно Можно повесить Веревочку Будет еще более удобно Компактно Со всех сторон Телефон защищен Да, если мы его открываем Вот так Фотографировать Неудобно Вот так Ну, не знаю С открытым Кошельком Фотографировать Вот хотя Для чего Они сделали Здесь вот это Вот Я не совсем могу Понять Ребят Ну, я же не смогу Сказать Пум Алло Да, и прислонить к уху То есть Мне нужно что? Мне нужно открыть Сказать Алло Да, после этого Закрыть чехол Поговорить По этому закрытому чехлу Открыть чехол Повесить трубку Ну, чушь какая-то На самом деле Не совсем Я понимаю Зачем это Может быть нужно Ну, открыл ты Да, там Поговорил Закрой В общем Какие-то вот Смешанные у меня Чувства Относительно этого чехла Тем более Я не помню Его стоимость Вполне возможно Стоимость очень высокая И, ну Он бессмысленный Окончательно Может быть Ну, невысокая Ребят Честно Не помню Поэтому вот Загляните Посмотрите Давайте ехать Лучше дальше Что? iMac Это может быть Какая-то Известная марка Не знаю Китайская Я вроде Такой Не слышал С надеждой Я заглядывал В Упаковку Думал Может быть Там будет Какой-то Подарок Ну, нет Подарка Там никакого Нету Ну, на ощупь Очень интересно И очень приятно Она такая Матовая Матовая такая Крышечка Такая вот Она матовая Крышка И вы знаете Она мне очень нравится Ну, честно Очень она нравится Она такая Знаете Она приятная Очень приятная На ощупь Очень приятная На ощупь Телефон В ней смотрится Вполне Симпатично Все кнопки Пожалуйста Открыты Ну, с темлячком Та же самая Беда То есть Если вот Вы хотите Носить на шнурке То Используя Такой кейсик Чехол Как сказать правильно Не знаю У вас это не получится Во всем остальном Ну, он реально Мне нравится То есть Вот прям вот На ощупь Это вот то Что надо Давайте резюмировать Резюме У нас следующее Стекло Подходит Ну, ребят Это Нилкин И достаточно Дорогой стекло Насколько помню Там порядка 500 рублей Такой чехол Ну Есть разные цвета После того Как я сниму пленку Подозреваю Он станет Прям вот Зеркальным В него можно будет Смотреть на себя И подкрашивать губы Да Мне губы подкрашивать Не надо Поэтому мне, наверное Такой телефон Ни к чему Два достаточно простых Бюджетных Пластиковых кейса Стоят недорого Ну, и по внешнему виду Примерно так же Значит Закос на Какое-то Прям вот Качество Кожа Вот Знаете Он с одной стороны Качественно сделан Да То есть Там нитки не торчат Вот Если вот Не докапываться До каких-то мелочей Ну, вполне симпатично Вопрос цены К сожалению Не помню Сколько стоит И вот этот чехол Вы знаете Если я Перейду на Lenovo Вайпшот Я подозреваю То, что я вот Такой чехол И возьму Похожий был Нилкин Но вот это Даже, по-моему Ну, поприятнее будет Реально Вот этот чехол Ребят Смело берите Советую Есть разные цвета Он того стоит Засим все С вас, как всегда Палец кверху Подписывайтесь на видео Делитесь этим видео С другими В соцсетях Там своих Не знаю Там Где еще Вы эти можете сделать И заходите В мою группу Вконтакте Оставляйте там Свои отзывы О каких-то Возможно Своих посылках Да Давайте вместе В этой группе Делать Полезные ссылки На товары Которые можно купить Всем всего До скорых встреч